Виктор Владимирович, хотелось бы обсудить с вами тему Вашего последнего заседания, экологического совета 4 мая состоялся экологический совет, заседание Это было плановое заседание? Ну в принципе да, мы раз в квартал собираемся По плану у нас было где-то середина мая, конец мая обычно Но здесь нас попросили пораньше это заседание, экологического совета провести Обсудить вопрос полигона ТБО А кто просил вас? Ну я понял так, что попросили Меньшенина И попросила глава, председателя Томска, поселка Вандышева А ее, видимо, попросили другие товарищи Скажите, а кто был от администрации, кто был от Думы? Ну от Думы был председатель Думы Константин Михайлович Значит был Шарафеев Александр Михайлович Тухбатуллин был, Тагеннур Динович от Думы Значит были, Пюрецкий был, как общественник Были от администрации, значит, главный архитектор Наталья Владимировна Булатова Значит и председатель КУМИ Исупова Валентина Александровна Основные вопросы, основные беды Булнаша не рассматривались А что рассматривалось-то на этом заседании? Вот рассматривалась проблема ТБО Проблема ТБО не только поселка Булатова всего города? Да, да, в основном по полигону Потому что проблема ТБО у нас вот сейчас по Булнашу Практически везде стоят контейнера То есть буквально, еще может быть не везде Но переходит на контейнерную То есть частный сектор уже был переведен на контейнера Сейчас вот отслеживается два месяца Будет в тестовом режиме Отслеживаются вот эти контейнера Где больше поставить контейнеров, где меньше То есть вот эта работа проводится Паралитика будет вести Да, и конкретно потом под эти контейнера Уже будут сделаны площадки и все остальное Значит проблема мусора не только в сборе Но еще в утилизации Что предлагают товарищи? Ну они конкретно предлагают Что это надо взять в руки муниципалитета Сегодня это находится полигон с 2010 года Антинациональный Супов сказал, что с 2010 года Заключен договор с Денисом Вахрушевым На центр клиентских услуг Значит на работу по работе этого полигона Этот полигон действующий до 2019 года Составляет 3,5 гектара по-моему, да? 3,7 га Вот этот полигон Вот мы посчитали Значит есть акты уже Сколько мусора туда завезено По объему он уже По объему Туда должно быть по проекту даже Объем, проект, все это сопоставимо Значит завезено, должно быть завезено 500 тысяч кубических метров Твердых бытовых отходов Фактически, когда мы посчитали Уже 720 тысяч, понимаете? На 220 тысяч Он уже исчерпал себя Он себя уже исчерпал И поэтому, а я уже говорил Что полигон находится на две-три части В километре от поселка Булунаш Все на Булунаш Все на поселок Поэтому здесь все испарения Все это хозяйство идет И наше население дышит этим Виктор Владимирович, я хочу напомнить вам Что мы с вами и с депутатом Тулбатулиным Посещали этот полигон Да, на сегодняшний день То, что творится на полигоне Это небо и земля Да, там будем говорить Условия На наш взгляд Соблюдается все Но все равно Жители поселка Против этого полигона И на сегодняшний день У жителей И у всего Артемовского района Есть полтора года Резерва За эти полтора года Нужно что-то сделать Да, ведь? И вот сейчас Приехали товарищи И начали вам предлагать Полигон расширить Значит, я начну издалека Значит, в 2013 году Мы посетили этот полигон И увидели там такой бардак был Значит, мы обратились В областную природоохранную прокуратуру Те приехали, значит Составили здесь предписание Значит, этому Денису Вахрушеву Значит, потом Я обратился снова В 2015-2016 году В Роспотребнадзор Они написали Вот ответ За подписью Петенко Значит, это руководитель Роспотребнадзора Это Лопаевский, Рыжевской Артемовский район Значит, она пишет Что контроль ведется Значит, здесь вот Особых вопросов Как бы не написано Что это, мол Это их функция Это не ваши функции Они тут нам говорят И вот когда мы посещали Полигон с вами А потом меня включили В состав комиссии Которую, значит Муниципалитет организовал По проверке этого полигона Значит, я там был дважды На этом полигоне Уже вот в этом году В апреле месяце Значит, я увидел Другую картину Вот Здесь Когда мы были Там не техники Ничего Просто куча мусора Были навалены И возгорания Депротивации не было Засыпка Ничего не было То есть сегодня Там работает бульдозер Один бульдозер Стоит в резерве Значит, бульдозер Уплотняет грунт Уплотняет мусор И тут же Значит, земля Навезена То есть Делается защитный слой По этим картам Которые отработаны Делается защитный слой То есть засыпается землей Чтоб меньше было испарений То есть вот эта работа Раньше не проводилась Сегодня она проводится И просто я был Действительно удивлен Что было И что есть на самом деле Поэтому здесь вот Об этом нужно сказать Обязательно Потому что вас сейчас Обвиняют в том Что вы защищаете товарища Значит Нам без разницы Кто И как там работает Нам Важно что Чтоб меньше было Значит Жители жили Да Чтоб меньше было этих испарений С этого полигона Чтоб там Более-менее Было приближенно К проекту Конечно Мы не совсем Специалисты в этом деле Потому что есть проект Есть я уже сказал Организации Которые Контролируют Есть нормативные документы Это сам ПИН Вот Поэтому здесь Ради бога Пускай они контролируют Ведь суть-то дела В чем Видимо Насколько я понял Из этого совещания Администрация Сейчас вот Собирает Как бы компромат На этого Вахрушева Дениса То есть ООО Центр клиентских вслуг Который там работает Вот Как Значит Ну Экологический совет Да Мы зато Сегодня Мы и выступили Зато Нас хотят использовать В том плане Чтобы мы обратились В прокуратуру От Населения О Именно По поводу Работы Полигона ТБО Мы будем обращаться В прокуратуру Мы уже так и заявили И приняли такое решение Что да Мы будем обращаться В органы прокуратуры Природохранный прокурат был Областной И так далее И так далее Значит Потому что Сегодня Уже на 220 тысяч кубов Мусора Заведено больше Поэтому мы настаиваем Сегодня О закрытии полигона Сегодня уже говорим Значит Я обратился к главе Администрации Самочерному С таким письмом Чтобы Значит Сейчас вот Время пока еще есть Допустим В течение года Можно сделать Новый проект На новый полигон И на новую площадку Даже для временного Складирования Значит ТБО Значит На что получил ответ Что это не наши функции Это функции Регионального оператора И так далее И так далее Которого сегодня еще нету Что это не функции Нашей местной администрации Да Примерно так Вот это письмо Такое есть Что это функции Ни местной администрации Ну Виктор Владимирович Скажите А какие Предложения Исходили от товарищей Обращение В органы прокуратуры Чтобы там Внеплановую проверку Потому что Плановая проверка Значит Там В восемнадцатом году Может у них пройти Уже была проверка В пятнадцатом году Через три года То есть Это закон о предпринимательстве Вот Там их каждый год Проверять нельзя Или каждый день Виктор Владимирович Вы понимаете Что на сегодняшний день Закрывать Эту свалку Полигон нельзя Потому что у нас нет Места подготовленного И это будет коллапсом Для Так вот поэтому Мы предупреждаем И в устной форме И в письменной форме Предупредили Что до Девятнадцатого года У нас есть еще Товарищи Занимайтесь Вместе с региональным Оператором С кем угодно Занимайтесь Убирайте Этот полигон Эту свалку До меня дошли слухи Что наша администрация Предлагает Возобновить Тот проект Который был составлен По полигону На семь с лишним гектар В сторону Болноша В сторону БМЗ Да Ну такой разговор был Тоже Значит С главным архитектором Булатовой Но когда мы принимали Генеральный план Поселка Проходили общественное слушание И мы однозначно сказали Значит Это записано Что Значит Исключить Эту пререзку Иначе мы бы Генеральный план Просто не приняли Понимаете Потому что у нас Все развитие поселка Идет в западном направлении Вот У нас просто Других территорий Именно в сторону БМЗ В сторону Кировки Да То есть в сторону свалки Будем говорить Если так вот По прямому В сторону свалки Потому что с той стороны С восточной У нас шахты Подработанные территории Болота А с южной И западной части Там госвисфон Там не залезешь И все Госвисфон Прямо уже по границе Проходит Там же нет Негде застраивать Только в западном направлении Ну Архитектор это понимает Вот Она говорит Да я подтверждаю Что действительно так Поэтому Тот вопрос Там около 8 гектар Хотели прирезать То есть здесь Грубо 4 гектара Я не понимаю Позицию Значит вот Шарафеева И Пюрецкого Потому что они Представились как Народный фронт Представители Народного фронта А кто их выбирал Ну об этом история умалчивает Понимаете Кто их выбирал Не знаем Значит Поэтому здесь вот Они наоборот Должны защищать Интересы населения Вот А не Определенных Значит Кругов каких-то Ну Виктор Владимирович Мы насчет этого Насчет защиты интересов Услышали Когда Калинина Выступала в ДК Энергетик И когда она начала Говорить О многодетной матери Что она дура Ни один из представителей Ни Перецкий Никто не встал Не поправил ее Не сказал Что нельзя так говорить Мы помним Как они поднимали Судились с губернатором Я там присутствовал На этом Значит Не совещании А на этом выступлении Я там присутствовал Она просто обозвала Жителей города Артемовский По-русски Значит Грязнулими и засранцами Нас назвала То есть Не нас А вас Жители Артемовска Я-то живу на Булнаше И у нас там немножко Ну немножко Получше Значит Атмосфера с ТБО И с очисткой улиц Назвала И никто не выступил А рядом сидели Жители Артемовска С ней Которые пригласили ее Кстати Александр Михайлович Шарафиев И я вот не понимаю Сегодня Вот эти депутаты Трофимов Шарафиев Они ведь уже не первые Где-то третий уже созыв По-моему В Думе Нет Почему не так активно Те созывы не работали По этим же вопросам Сегодня активно занялись Почему Раньше-то не работали Что Все было в их руках Все Можно было работать И нужно было работать Власти не было Просто В отношении руководителей Были критика одна Сплошная И все Ну я не знаю Тут Много домыслов Много вариантов Ну Это все На их совесть На сегодняшний день Товарищи Просили Провести Будем говорить Собрание Заседание Окологического света Пораньше Для того Чтобы Обсудить Проблемы с ТБО Именно с той точки зрения Что расширить полигон За тот полигон Ну нет Расширение полигона Мы как бы не сильно говорили Больше-то говорили О Значит Как бы Формирование Убрать Образа врага В виде Вахрушева Нет Убрать Да Убрать С полигона Сейчас Вахрушева Ну вы же понимаете Виктор Валерийович Ну уберут с полигона Вахрушева Осталось полтора года Через Они Не смогут Получить сейчас Лицензию Нужно получать Лицензию Будет 0 Значит Класс будет В городе Совершенно верно Потому что Лицензия Это не одного Дня Вопрос Это полгода Нет Там условия Другие уже Полгода Для того чтобы получить Лицензию Нужно соблюсти Все условия Им это условия Не сделать Уже на старом полигоне Все правильно Тут нужна и техника И специалисты Должны быть И все Ведь здесь Не просто так Что полигон Там отчетность По воде По воздуху Значит По 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 земле То есть Как почва Там Насколько Загрязнена И сейчас Вот мы Решили Значит И проголосовали Единогласно Члены совета Окологического Совета Единогласно Проголосовали Что мы Первое Обращаемся По этому поводу Значит В органы прокуратуры О том Что свалка Уже перегружена И второе Значит Проводим Митинг Жителей поселка То есть Проводим Экологический Митинг Вот Население И так Уже знает Все практически Но Я думаю Что Значит Равнодушных В этом плане Не будет И на митинг Люди придут Спасибо Виктор Владимирович Сегодня у нас В студии был Представитель Экологического Света Поселка Булнаш Юрьев Виктор Владимирович Надеюсь Что все-таки Из мусорной Проблемы Города Артемовского Политическую Тем более Финансовую Проблему Никто Не даст Сделать До свидания Продолжение следует